Привет, уважаемые зрители! В этом видео рассмотрим уникальный и невероятный мотоцикл. 8 клапанов и 2 шатуна на цилиндр, овальные поршни. Имя этого чудо техники Honda NR500 и NR750. Но перед подробным разбором этой экзотики немного рекламы. Представляю вам интересный мотоканал технической направленности с обзорами, историями и самое главное путешествиями на малокубатурной технике. Канал Engine Zone. Подача материала интересная и веселая. Рекомендую. Все ссылки оставлю в описании. Надо же хоть мусор убирать, а то опять скажут, что на мусорку какую-то привел. Инновационный гоночный мотоцикл NR500 от компании Honda появился в 1979 году с целью участвовать и побеждать в 500 кубовом классе мирового мото-GP. Поскольку фирма 12 лет не участвовала в этом классе, пришлось строить пепелац с нуля. В попытке создать самый лучший эффективный двигатель внутреннего сгорания появилось это чудо с овальными поршнями. На тот момент в гран-при лидирующие позиции занимали двухтактники, поскольку позволяли получать большую мощность, чем четырехтактники такого же объема. В реалиях гонок на малые ресурсы прожорливость двухтактных моторов можно было закрыть глаза. Правила мирового гран-при ограничивали число цилиндров двигателя четырьмя. Соответственно, для того, чтобы снять с четырехтактного агрегата такую же удельную мощность, как и с двухтактника, необходимо было увеличить обороты двигателя вдвое. Достичь этого можно было увеличением эффективности удаления отработанных газов и наполнения топливной смесью цилиндров. Осуществить это возможно путем роста количества клапанов и проектированием клапанной системы с малым трением, которая будет хорошо переносить нагрев и высокие обороты. Так родилась идея удвоить количество клапанов до восьми. Реализовать это оказалось возможным, отказавшись от привычного поршня в виде друга и изменив его форму на овальную. Согласно произведенным расчетам, ДВС должен был крутиться до 23 тысяч оборотов в минуту и выдавать около 130-140 лошадиных сил, что должно было позволить успешно конкурировать с лучшими двухтактными гоночными моторами тех времен. В итоге получился V-образный четырехцилиндровый двигатель с четырьмя распределительными валами и развалом блока цилиндров в 100 градусов. Первые реальные 500-кубовые двигатели выдавали около 100 лошадиных сил на 16 тысячах оборотов в минуту и были не способны хоть как-то конкурировать с двухтактниками команд соперников ввиду малой мощности и недостаточной надежности гоночного мотора. К 1982 году инженеры Хонда довели технологию изготовления двигателя до совершенства. Надежность значительно возросла и удалось достичь проектную мощность двигателя в 135 лошадиных сил при 19,5 тысяч оборотов в минуту. Подобные цифры позволяли NR500 уже на равных тягаться с конкурентами на треке. Но от минуса в лице большой массы агрегата избавиться не удалось. Двигатель с овальными поршнями весил на 20 килограмм больше, чем любой двухтактный конкурент, что ухудшало динамику и общий баланс мотоцикла. Когда к гонкам было все готово, выяснилось, что конкуренты уже перешли порог в 150 лошадиных сил. В итоге Хонда пошла по пути наименьшего сопротивления и перешла на двухтактные двигатели, так и не дав шанса NR500 выиграть хотя бы одно гран-при. Но на этом история с овальными поршнями не заканчивается. Продолжение последовало в 1987 году, когда уже модель NR750, выдававшая порядка 160 лошадей, смогла взять первенство в нескольких гонках. В октябре 1991 года 16 журналистам на треке «Поль Рикар» представили гражданскую версию Хонда NR750. Стоит заметить, что за время разработки обеих моделей компания запатентовала порядка двух сотен оригинальных технических решений. NR750 был важным шагом вперед в двухколесном мире. Ведь это первый японский спортбайк, оснащенный многоточечным впрыском топлива, перевернутой вилкой, карбоновыми панелями обтекателя, разными титановыми элементами, радиаторами бокового расположения и подсидельным выпуском. Кстати, радиаторы скопировали позже при изготовлении модели VTR-1000F Firestorm. И с точки зрения стиля, даже спустя три десятка лет, NR750 по любым стандартам один из самых шикарных и соблазнительных представителей японского двухколесного великолепия. Перед тем, как список заказов сошел на нет, было сделано ровно 322 экземпляра NR750, из которых 220 в 1992 году, в том числе, включая 20 мотоциклов в 100-сильной версии RC41 для рынков Франции и Японии, а остальные были выпущены в 1993. Заказы на самый дорогой серийный мотоцикл, сертифицированный для передвижения по дорогам общего пользования, принимались с 21 октября 1991 года и подкреплялись обязательным депозитом в размере 25% от стоимости. На тот момент его цена доходила до 100 тысяч долларов. В нынешние времена цена NR750 составляет 200 тысяч долларов. По данным производителя 750-ка выдавала 125 лошадиных сил и 70 ньютон метров, весила 222 килограмма в сухом состоянии и разгонялась до 263 километров в час. Вот такая гоночная экзотика с овальными поршнями Honda NR500 и NR750. С вами был канал Кроссмота. Мне важно ощущать вашу заинтересованность. Лайк, репост и комментарий не будет лишним. Это помогает мне творить. Спасибо за просмотр. До новых встреч!